то есть надо побеждать дальше судьбу войной не заканчивается испытание остается все в сердце нужно это все вытаскивать оттуда сжигать очищать начни будет жизни вот так и будет жить в прошлом в этом надо побеждать все это становится сильнее событий которые были прошли каждый человеком есть такие события не сидят там мучают неудачник это тот кто не вытаскивает он остается с этим я знаю много примеров люди даже занимаются духовной практикой молиться каждый день и какая-то осечка там жизни допустим наставник подвел или духовные друзья как-то обидели человек потом но это не убирает из сердца живет с этим и уходит из духовной жизни просто потому что духовная жизнь начать освещение сердца не накопление как бы каких-то злых неприятных представлений о том что ты видел слышал в духовной жизни нужно очищать идти дальше только чистое светлое часа видите людей жизни этот мир тяжелый тяжелый но он светлый он тяжелый но светлый он не темный понимаете от мир не темные некоторые говорят темный мир мы в темном мире живем нет мы в светлом мире но в трудном светлый но трудный потому что трудно и для того чтобы учиться человек должен учиться понимаете жить иначе нет смысла жить с мышами такие с крысами опыты проводили им создали европейские условия жизни все нормально все есть все хорошо на третьем помолеет поколение мысли мыши все передохли на втором поле помоление поколения и начали однополы строить отношения гомосексуалистами стали на втором поколении почему потому что когда слишком все хорошо человек не может терпеть трудности а жить с противоположным полом это очень большая трудность логина начинают жить со своим полом так нужно ли такая слишком легкая жизнь вот чем вопрос может быть смысл жизни не в этом а наоборот трудиться работать над собой аскезы совершать и так далее если уже и мыши даже не могут у них точно так же все получается может быть тогда нам надо задуматься об этом недавно прочитал что провели ученые исследования оказалось что бедных семьях меньше разводов и счастливее семейная жизнь у тех у кого меньше денег так это самая главная ценность это именно личная жизнь не стиральные машины там холодильники на душу поселения а личная жизнь сколько счастья в отношениях ты имеешь это и есть главное достояние человека газ что если много денег то достояние это разрушается и я тому свидетель я знаю много примеров когда женщинам очень трудно сохранить семью когда мужчине но все позволено немного денег то есть он может любовницу завести любой момент ну то есть очень трудно сохранить семью когда вот этот бизнес бесконечные возможности наслаждения человека в жизни это расслабляет сильно захотел поехал на курорт а там все красуются рисуются и как можно устоять же невозможно человек начинает разрушать свои связи одна девушка вчера я сказал молитесь что вы мужа вернуть молитесь она смотрит на меня и в глазах не вижу предательство что ее предали то есть вопрос не в том вернуть она может вернуть но она не может простить предательство потому что она верна была человек взял и сошелся с другим люди когда это делать они понимают что это предательство понимаете но так устроен этот мир что мы должны сохранять близкие отношения только с одним человеком если мы с другим начинаем строить то хотим мы этого или нет у нашего близкого человека в сердце будет заноза жить ее надо будет потом побеждать когда он победит своем сердце занозу она передастся тебе и ты за это будешь отвечать уже сам потому что с точки зрения деятельности тут судьбы всегда идут качели вот допустим тебе кто-то сделал больно плохо сделал да и ты страдаешь пока ты страдаешь ты будешь мучиться но когда ты взялся в руки молитвы победил судьбу тебе стало хорошо легко дальше качели качаются в другую сторону пока допустим тебя бросили ты мучаешься человек будет наслаждаться обалдеть который бросил но если ты молитве победил судьбу тогда качели идут к нему он будет мучиться когда совершается грех кто-то будет мучиться понимаете или тот или тот человек пока грех не сгорит мучение неизбежно поэтому лучше не совершать греховные поступки потому что хоть ты скрывай хоть не скрывай все равно все будет чувствоваться близким человеком все равно будет чем будет плохо все равно это называется грех грех он очень неблагоприятен для жизни он имеет три последствия первое последствие это изменение восприятия мира допустим девушка которая как бы никогда никого не имела она чистая имеет восприятие семейной жизни но если она вот замуж не вышла в постель легла то у нее скверняется это восприятие и она уже по-другому все видит не так чисто она говорит но это я как бы ребенком была так думала теперь я реальность жизни вижу это нереально жизни это сквернение потому что реальность жизни это чистое видение семьи близкого человека верность правильное отношение и так далее это реальность а вот это вот грязь которую люди видят то же самое говорят детям покажите правду жизни пускай сексом занимаются в школе пускай там то есть все сейчас такая философия это не правда жизни это сквернение осквернение означает объем работы вот допустим человек увидел как кого-то зарезали его на глаза это правда жизни или неправда жизнь это сквернение после этого тебе надо молиться чтобы очиститься от этого восприятия своем сердце очиститься и тогда ты будешь нормально жить ну то есть надо ли ребенку допустим получать осквернение он не у нее нет разума у них нет силы побеждать это все он просто скатится вниз после этого и все ты ему показываешь в интернете все это вот он жаждет жжение появлять сердце желанием таких отношений там он то получает оскверняется и дальше деградирует наркотики там всякая ерунда и понеслась понимаете поэтому защита чистоты очень важный аспект жизни некоторых горит надо же что правда была какая правда и поэтому смотрит разврат всякий там с детьми или сами там всякие вот эти фильмы ужасы все эти это неправда это просто вы одухотворяетесь то есть наполняетесь духами не одухотворяетесь в прямом смысле просто ну себе объем работы увеличивать вот допустим как бы мало было до молиться маловато будет надо еще прибавить до взял еще посмотрел мертвый не потеет там еще чего-нибудь там в карибском полуострове мертвый не потеет вот в карибском бассейне вот отлично вот теперь тебе больше будет уже молитвы надо чтобы победить судьбу а если еще посмотришь как там убивают кого-то там сейчас очень модно показывают как человек убивает где-то вот тогда еще побольше ну то есть система лопата тогда нам накопи возьми по интернет полази и накопи себе объем работы потом человек ходит это не плохая страна причем страна ты там набрался всего в интернет страна не виновата